А в столице сотрудники ДЧС начали проверку частного сектора на готовность к отопительному сезону. С начала года в городе уже зафиксировали 228 пожаров в частном секторе. И вот спасатели не только проводят разъяснительные беседы с жителями домов с печным отоплением, выявляя в рейдах малоимущих граждан, они направляют в списки в Акиматы районов столицы. Людям, которые сейчас находятся в трудной жизненной ситуации, печь меняют бесплатно за счет адресной социальной помощи. Подробнее Татьяна Ковалева. Данная печка забитая была. И неправильно сложная была. Вот первый, второй, третий колодцы забитые были. Я вычистил все. Готовьте лягу зимой, а печь летом. Рейды в частном секторе начались еще в августе. Только в районе Сырой Арка специалисты уже выявили 15 неисправных печей. При том, что четыре из них как раз оказались в домах у нуждающихся семей, которым не под силу с этой проблемой справиться в одиночку. Печка дымела. Я задумалась. Просто у меня некому делать вот это все. Я одна не могу. Я в печках не разбираюсь, во-первых. Во-вторых, если бы я разбиралась, так бы я сделать не смогла. Я одна же живу-живу с двумя детьми. Надо все полностью убрать, чтобы здесь и вещи нельзя сушить. Сотрудники ДЧС внимательно проверяют каждый дом и проводят разъяснительные беседы. Важна каждая семья. Ведь на кону жизни людей и зачастую маленьких детей. Как вы видите, последствия пожара. В данном доме раньше проживала семья, где снимали в аренду. Так как не соблюдали правила пожарной безопасности, а именно по печному отоплению, эксплуатации, разделке и отступке, случился пожар тем временем, когда печка перегрелась. Из-за нагретой печки и поверхности начало отлить потолочное перекрытие. К счастью, в этом случае обошлось без жертв. Но так бывает не всегда. Взрослые забывают о пожарной безопасности, каждый раз думая, что обойдется. Поэтому пожарные просят проверять печь как минимум раз в год. Мы формируем списки социальных условий населения. У нас есть специальный журнал, где там прописано номер дома, социальное положение, номер телефона, также количество детей. Этим семьям мы помогаем совместно с Акиматом, меняем печки, чистим трубы, чистим дымоходы. Вчера топили, сейчас не топится, да? Нет. С начала года в частном секторе столицы из-за пожаров погибли семь человек. 27 отравились угарным газом. К счастью, выжили. Виной всему полнейшее нарушение правил пожарной безопасности. Поэтому, чтобы избежать подобных ситуаций, специалисты ПЧС просят хозяев всерьез отнестись к печному оборудованию своего дома. При этом проверять состояние печи должен специалист. Только он может сделать правильную оценку ее состояния. И экономить на этом не стоит. Напоминают в департаменте по чрезвычайным ситуациям столицы. Татьяна Ковалева, Аянс Арсенбаев. Итоги дня.